Ну привет! Читаем восьмую главу. Андрей Галкин. Загадай себе счастье. И восьмая глава. Близкие люди. Порой нужно, чтобы близкие люди умели нас чувствовать. Не обязательно, чтобы они мчались к нам и рвали рубашку на груди, чтобы доказать готовность помочь. Иногда достаточно, чтобы человеку было не все равно. Все вокруг могут веселиться и шуметь. А один молчаливый взгляд или прикосновение близкого может содержать в себе все. И тепло, и поддержку, и понимание. Казалось бы, этот человек для вас ничего особенного не сделал, но в душе изменилось многое. И вы снова чувствуете себя как дома. Эх, хорошее внимание на то, что на самом деле... Я думаю, даже здесь намек я ловлю не на то, чтобы вокруг нас были такие друзья, а на то, чтобы мы сами обратили внимание, какие мы близкие люди для своих друзей, близких и родных. Насколько мы соответствуем как раз вот этой задумке, что иногда нужно быть человеком, которому не все равно. Который взгляд заботливый сделает или задаст вопрос, побудет, послушает. Я очень хорошо беру на вооружение это для своей супруги. Потому что, и кстати, и кстати, ловлю себя сейчас на моменте, что когда дети приходят ко мне и рассказывают что-то интересное про себя, я не всегда бываю таким открытым и активным. То есть я могу что-то делать свое. Я понимаю, что ребенок рядом со мной стоит, и... А я уже половину не слушаю. И сейчас, когда вот это произносится, я понимаю, что, блин, в этот момент ребенок действительно хочет поделиться. И вы знаете, очень сложно или тяжело потом, наверное, бывает, когда дети отсоединяются и уже не рассказывают тебе все, что у них происходит. У них появляется, например, там партнер, да, вторая половинка. Там они между собой уже делятся, строят свою жизнь. И этот партнер важнее родителей все равно становится. Потому что с ним жить, с ним строить семью и детей, воспитание, проблемы, доходы, расходы. То есть, по идее, вот до определенного момента наши дети, они искренне делятся всем, что у них есть. Даже порой не подозревая, что они делятся такими вещами, которые, наверное, не стоило говорить родителям. Потому что это противоречит каким-нибудь правилам или желаниям родителей. И я понимаю, что они сейчас еще даже не отражают, просто хотят поделиться. А ты как бы единственный родной человек, родитель, да. То есть, сейчас у нас дети еще даже в таком возрасте, что они делятся именно с родителями, нежели со своими друзьями. Ну, может быть, то, что у них с друзьями происходит, они там внутри делятся. Но вот общий такой, общим процессом я все равно понимаю, что где-то я отключаю мозг от вот этой тараторщины. Но при этом давайте рассуждать здраво. Здесь все-таки нужно выловить момент на том, чтобы быть именно вот таким человеком. Не ждать от кого-то, чтобы они были такими друзьями, а стараться быть именно таким человеком. И тогда каждый человек, который будет менять свое поведение, свой образ, ну, такого, что ли, друга вот этого, близкого человека, он сам будет потихонечку порождать реакцию и копирование, что ли, рост таких людей вокруг себя. Чтобы это научиться делать, вам нужно обязательно прийти на мой тренинг или не тренинг, а челлендж. Там ты работаешь сам собой. Там робот дает задания, ты их выполняешь. Каждый раз, когда выполняешь, тебе приходится копаться внутри себя, мечтать, придумывать, планировать, замечать что-то во вчерашнем дне. И таким образом потихонечку можно создать некий план, по которому вообще отследить себя, окружение, родителей, детей и со всеми выстроить классные, крутые отношения. С вами был Баженов Юрер. Читаем следующую главу завтра. Пока.